Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Марина Кравцова. Я и наши корреспонденты расскажем вам о самых интересных событиях недели. Коротко об основных темах. Аварийная посадка самолета с горящим двигателем. В Курумыче прошли учения спасателей. Свет в конце тоннеля. Открыли подземный проезд на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Злостным неплательщикам грозит опись имущества. Судебные приставы навестили тех, кто не оплачивает штрафы ГИБДД. Небазарный день. На этой неделе незаконные киоски убрали с улиц в трех районах города. Перезагрузка на грызунах в Самарском университете разрабатывают новые способы коррекции биоритмов. Зрелище будто из голливудских блокбастеров развернулось в аэропорту Курумыч. Спасатели провели учения. По легенде, самолет международного рейса совершил аварийную посадку и загорелся. Спасатели должны ликвидировать пожар и эвакуировать пассажиров в считанные минуты. Затем, как они справлялись с задачей, наблюдала Марина Матвейшина. Авиакатастрофа в Курумыче. Самолет, который следовал из Атель-Авива в Самару, совершил вынужденную посадку. Оторвался двигатель, из топливного бака вытекло горючее и все загорелось. Это только легенда, но условия учебной катастрофы максимально приближены к реальности. По сигналу тревоги в течение трех минут на место ЧП приезжают пожарные расчеты. Они должны потушить разлитое топливо, чтобы огонь не перекинулся на воздушное судно. Спасатели в это время эвакуируют из самолета пассажиров. Их роли достались незадействованным в операции сотрудникам. Из рук спасателей пострадавшие попадают к медикам. Мы всегда работаем отлично, больше никак нельзя по-другому. Все-таки люди спасаем. Эвакуированных переписывает служба организации пассажирских перевозок. Эти сотрудники даже не знали, что участвуют в учениях. Чтобы сохранить эффект внезапности, предупреждать их не стали. Неожиданно и волнительно. И как бы не дай бог такое в жизни случится на самом деле. Если была бы на самом деле такая ситуация, понятно, что многие вообще бы не могли что-то говорить правильно. И тогда уже мы просто переписываем вот чисто внешне, как он мужчина, примерно какого возраста, во что одет, чтобы потом его как-то можно было опознать родственники или близкие. Поврежденные воздушные судна увозят с полосы специальной техникой. Учения проходят в то время, когда в аэропорту небольшое окно. То есть нет ни вылетов, ни прилетов. И учения не пугают пассажиров и не мешают пилотам. В условиях реального ЧП работа аэропорта будет парализована. Все зависит от того, конечно, где это и когда это произошло. Если это произошло на полосе, то это все, аэропорт закрывается до того момента, пока правительственная комиссия не даст добро. Они проводят расследование, там, все это. Если ничего серьезного, ну, мало ли, да, то это очень быстро все. Есть также нормативные рамки, то по эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома. Такие репетиции катастроф проходят ежегодно, летом и зимой. В меньшем масштабе каждую неделю. Спасатели отрабатывают навыки работы в экстремальных условиях, чтобы довести их до автоматизма. Признаются, лучше тысячу раз тренироваться, чем участвовать в настоящей беде. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Свет в конце тоннеля увидели автомобилисты на 18-м километре Московского шоссе. В тестовом режиме заработал тоннель строящейся развязки. По подземной части прошли первые автомобили. В ближайшее время строители начнут соединять развязку с Волжским шоссе. Когда по трассе можно будет проехать без пробок, узнал Олег Зверев. Машина уходит в тоннель, пробка остается. Самарцы, которые раньше наблюдали стройку лишь из окна, наконец-то смогли увидеть, как там в подземной части развязки. Сейчас внутри кольца продолжаются отделочные работы. Пока движение в тоннеле пущено по левой полосе и только в одну сторону. Но уже в эти выходные и в город, и из города автомобили будут проезжать только через тоннель. Верхнее кольцо полностью перекроют. Сегодня левую сторону тоннеля, как бы в тестовом режиме запустили. По одной второй тоннеля одна полоса зарезервирована. Пока движение из города осуществляется через тоннель, въезд по старой схеме. В субботу утром будет закрываться Волжское шоссе для того, чтобы примкнуться к тоннелю, выполнить этот узел такой же, как и в сторону Ракитовского шоссе. И движение в город будет пущено как раз по резервной полосе. Волжское шоссе присоединяется к развязке примерно в середине августа. К этому же сроку должны завершиться и работы в тоннеле. А уже к началу сентября он заработает по полной схеме. Одновременно будет пущен тоннель и возле ипподрома. Работа проводится по графику. Строители планируют, что к началу осени от Кирова до мехзавода можно будет проехать прямоходом. То есть останется сделать дороги-дублеры. Тогда же будут полностью смонтированы коммуникации, которые будут обеспечивать отведение воды в городскую ливневую канализацию. В сентябре у нас также должны закончиться здесь обустройство насосных станций. Резервуары уже стоят, все подготовительные работы сделаны. Осталось только подвести питающие токи и, в принципе, запустить насосные станции. Параллельно с главной дорогой строятся дублеры, которые обеспечат разгрузку основных узлов московского шоссе. А также проводятся работы по благоустройству. Это газоны, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А полностью все строительные работы завершатся к 1 декабря этого года. Так что уже в период новогодних праздников проехать от ипподрома до выезда из города можно будет за считанные минуты. Олег Зверев, Максим Гусев, События. А вот улицу Алматинскую в Самаре приведут в порядок уже к середине августа. Дорогу, которая имеет принципиальное значение для города, ремонтируют. Более 4 километров пути соединят Московское шоссе с Металлургом. Чтобы не мешать движению, все работы проводят в ночное время. Автолюбители, которые часто ездят по улице Алматинской, не раз вспоминали крепким словом ее состояние. Дорога, которая соединяет важнейшие городские микрорайоны с Московским шоссе, была полностью изношена. И вот теперь на улице начался ремонт. Ночью одну ее сторону прикрывают, а днем движение возобновляется в обычном режиме. Основные работы проводятся ночью, чтобы не усугублять пробку, которая формируется здесь днем. По этой поверхности должны 10-12 раз пройти два катка разной массы, чтобы достичь необходимой степени уплотнения. Так, чтобы уже через час по свежему асфальту могли поехать машины. Ремонт улицы Алматинской проводится по программе безопасной качественной дороги. Предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на протяжении более 4,5 километров. Согласно контракту, гарантийный срок 2 года, но подрядчик обещает, что нормативное состояние улицы сохранится на все 5. Контроль качества проводится на всех стадиях ремонта. Приезжая на объект, проводится визуальный осмотр, очистки поверхности от фрезерования, от мусора, от пыли, розлив битом на эмульсии. Проверяется температура асфальтобетонной смеси. За одну ночь подрядчик укладывает порядка 3000 квадратных метров. Это около 500 тонн горячего и мелкозернистого асфальтобетона. Получается примерно полкилометра. Скоро должны закончить. Начали 5 дней назад, завершим через 3-4 дня. Ну тут у нас разделено по участкам. У нас сейчас фрезеровано от Карла Маркса до Московского шоссе. Следующий участок будет от Олимпийской до Карла Маркса. Улица Алматинская для города имеет принципиальные значения. Это прямой выезд с Московского шоссе на Металлург. Когда закончится строительство развязки на 18-м километре, эта дорога станет важной ее частью. Полностью участок обещают сдать уже к середине августа. Олег Зверев, Василий Калдашов, События. Проехать быстро и без пробок через всю Самару в час пик реально на городской электричке. В ближайшее время разработают программу создания транспортно-пересадочных узлов. Так железная дорога станет доступнее. Прямо к станциям Красный Крыжок в Куйбышевском районе и Ягодная в Красноглинском будут подъезжать автобусы. В прошлом году по этому маршруту перевезли около миллиона пассажиров. А к Чемпионату мира по футболу эта цифра может вырасти в три раза. Городская электричка. Транспорт удобный и в мегаполисах востребованный. И в Самаре она есть. Но далеко не весь ресурс в работе. Глава города Олег Фуртев вместе с представителями железной дороги отправляется в путь по маршруту Самара-станция Ягодная. В дороге решают, как сделать железнодорожный транспорт более доступным и удобным для горожан. Электричка соединит новые микрорайоны с центром города. Дорога от железнодорожного вокзала Самары до микрорайона «Крутые ключи» занимает примерно 50 минут. От ЖД вокзала до Хряжа всего 7 минут. Без пробок и комфортно. Чтобы городская электричка стала по-настоящему востребованным транспортом, требуется создание пересадочных узлов. Туда будут подходить не только автобусы и трамваи, но и созданные парковки для автомобилистов. Остановка на Ягодной. Здесь и должен быть транспортно-пересадочный узел. Но место не самое удобное. Идти пешком до дороги приходится довольно долго. И автобусам подъезжать сюда проблематично. Рациональное решение – перенос железнодорожной платформы ближе к улице Мира в «Крутых ключах». Рядом автобусная станция, и жителям сюда добраться удобнее. Железная дорога является очень важной транспортной артерией для города. У нас в Самаре она недостаточно активно используется. Популяризация будет связана с представлением новых услуг. Или, скажем, нового качества услуг. Это должны быть современные транспортные пересадочные узлы, которые позволяют пользоваться не только электротранспортом, но и пассажирским автотранспортом, который развит в Самаре. Это доступные связи со станциями метро, разумеется. Ну и сопутствующая инфраструктура. Хорошие подъездные пути, тротуары. За три года число жителей строящегося микрорайона может вырасти почти в три раза – до 200 тысяч. И развитие транспортной инфраструктуры особенно актуально. Участвовать в создании пересадочного узла готовы инвесторы, строители и представители торгового центра. Многое уже сделали жилетнодорожники. В этом году должна завершиться реконструкция всех платформ в городе. Это часть подготовки к Чемпионату мира по футболу и соглашение, подписанного с городскими властями. Очередной этап – это сегодняшний наш проезд с главой города по маршруту следования. Следующий этап как раз будет создание системы развития транспортных пересадочных узлов с удобным подвозом пассажиров и синхронизацией расписаний различных видов транспорта. В течение трех месяцев должна быть разработана городская программа транспортно-пересадочные узлы Самары, в которой и найдут отражения самые выгодные и быстрые в исполнении решения. На обратном пути – остановка на станции «Пятилетка». Здесь задача – организовать удобный подход к станции метро «Кировская». Так, к городской электричке будут подключены все виды наземного пассажирского транспорта. Кроме того, Олег Фурцев поручил главам районов привести в порядок территории рядом с железной дорогой. Необходимо покрасить и восстановить заборы, спилить ветки деревьев и установить дополнительные фонари на дорогах, ведущих к станциям. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Всем своим нажитым добром рискуют должники, не оплатившие штрафы ГИБДД. Если долг превышает сумму 10 тысяч рублей, судебные приставы могут арестовать имущество. В рейд по злостным неплательщикам вместе с судебными приставами выходят полицейские. Марина Матвейшина узнала, какие вещи арестовывают. Добрый день. Здравствуйте. Федеральная служба судебных приставов. Кому? А мы к вам. Утро может оказаться совсем недобрым, если накопить неоплаченный штраф в ГИБДД. Мужчина задолжал более 10 тысяч рублей. Теперь с молотка может уйти его описанное имущество, если за 10 дней он не погасит все долги. Имущество подвергнуто описи и аресту. Это компьютер. В количестве одна штука на 5 тысяч рублей. Так далее, пройдемте. Телевизор на сумму 4 тысячи рублей. И музыкальный центр на 1800 рублей. Чтобы остаться при своем и не принимать в гостях судебных приставов, нарушителям правил ПДД необходимо заплатить штраф в течение двух месяцев. Причем в первые 20 дней это можно сделать с 50-процентной скидкой. Однако многие не торопятся и копят долги. По данным судебных приставов, самый большой долг, который числится сейчас за одним из самарцев, 300 тысяч рублей. И даже если у него не окажется имущество на такую сумму, заплатить ему придется. Если должник работает, мы направляем постановление о удержании 50% заработной платы. Если есть у должника счета в банке, то мы накладываем арест на данные счета. И банк обязан данные денежные средства списать и направить также в счет погашения задолженности взыскателя. Таким образом сумма долга в любом случае погасится. Мы с ними боремся, также выезжаем каждый месяц на адреса совместно с работниками судебных приставов. Выявляем, привлекаем, ограничиваем водительское удостоверение. Сегодня судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД постучали в двери к девяти должникам. Чтобы завтра они не пришли к вам, специалисты советуют вовремя оплачивать все штрафы. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Автоинспекторы взялись за мотоциклистов. В Самаре прошли рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения на двухколесном транспорте. Отсутствие прав и полиса ОСАГО, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, езда без шлема и на незарегистрированном мотоцикле или мопеде – таковы основные нарушения. При этом, как отмечают сотрудники автоинспекции, количество аварий с мототранспортом в этом году стало ниже. Подробности в сюжете. Такое на самарских дорогах встретишь нечасто. Мотовездеход, который и по асфальту, и по грунту, и по воде перемещаться может. Необычное транспортное средство тормозят сотрудники ДПС. И не зря. На квадроцикле нет регистрационного номера у водителя документов на транспорт. За два года с момента покупки он так и не поставил на учет свой вездеход. В итоге эффектного вида транспортное средство продолжает путь уже не своим ходом, а на эвакуаторе, на штрафстоянку. Водитель должен в данном случае сделать новый договор, соответственно, зарегистрировать в установленном порядке его, полис ОСАГО сделать. И после этого момента уже прийти на штрафстоянку, соответственно, с полным пакетом документов забрать данное средство. Рейд под кодовым названием «Мотоциклист» инспекторы ДПС проводят неспроста. В этом году произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов и мопедов. Пять человек погибли, 47 получили ранения. Больше половины из этих аварий случились по вине водителей мототранспорта. И это при том, что по сравнению с прошлым годом таких ДТП стало меньше. Инспекторы связывают это в том числе и с холодной весной и дождливым летом, из-за чего и двухколесных коней на дорогах стало меньше. Рейд проводят с целями профилактическими. Призвать водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила. Мы ждем некоторый рост аварийности как раз в июле-августе, циклующего года, учитывая хорошую, ясную, теплую погоду. Поэтому проведение подобного рейда, в общем, направлено, прежде всего, на профилактику подобных выгружений. У нас нет задачи каким-то образом закошмарить. Водить мотоциклов, мы относимся к закону послушным. Водим с уважением. В поле зрения инспекторов попал и Александр. Молодой человек железного коня оседлал только в мае этого года, но устанавливают его уже не в первый раз. К такой проверке документов молодой человек относится спокойно, считает повышенное внимание сотрудников ДПС только к лучшему, дисциплинирует водителей. Сам же ПДД не нарушает. Тем более, что мотоцикл – транспортное средство повышенной опасности. Очень большая концентрация внимания требуется на управление мотоцикла. То есть, это не как на машине, нужно следить за всеми участниками движения, состоянием дорожного полотна и прочее. Такие рейды на самарских дорогах проводят регулярно. Водители уже привыкли к усиленному контролю, а эффективность рейдов отражается в статистике. Аварий с мотоциклами и мопедами стало меньше на четверть. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Нырнул здоровым человеком, вынырнул инвалидом. С началом купального сезона в больнице стали поступать пациенты с травмами позвоночника. Почему важно не бросаться в воду, как в обут с головой, расскажет Лариса Шалафаст. Прыгнул на деревенской речке с трамплина и ударился головой о дно, рассказывает Станислав Филатов. Мужчину спасло только то, что рядом оказался друг, который вытащил из воды. Ничего не двигалось у меня. Вот так как-то барахтался, барахтался, пока друг меня не перевернул на спину и не вытащил на это. Только вот один палец на большой ноге шевелился и все. Станиславу еще повезло, говорят врачи. Травма спинного мозга была средней тяжести. Теперь, чтобы снова начать нормально двигаться, потребуется длительная реабилитация. Но нередки случаи, когда после так называемой травмы ныряльщика люди становятся инвалидами. Идет травма спинного мозга. Отсюда очень достаточно грозные последствия. Это обездвижение пациента. Это нарушение функции дыхания, внутренних органов, пролежние. Постоянно требуются перевязки. Постоянно необходимо промывание, извините, мочевого пузыря. Клизмы очистительные делают. То есть это очень сложная ситуация, когда в принципе жизнь этого пациента и в принципе все семьи делятся на до и после. Ежегодно через нейрохирургическое отделение только больницы Пирогова в Самаре проходит несколько десятков человек с травмами шейного отдела позвоночника. Чаще всего это мужчины до 40 лет, которые отдыхали на природе и в состоянии алкогольного опьянения проявляли внезапный героизм. В этом году погода жаркими днями самарцев не балует. Поэтому статистика пациентов с травмой купальщика снижается. По статистике мы видим все-таки некое снижение травматизма. Если ранее это было за сезон где-то 25 пациентов к нам поступало, ну в районе 25 плюс-минус, то скажем вот прошлый год и 15-й год это где-то 10-12 пациентов поступают к нам в клинику. Медики настоятельно рекомендуют внимательнее выбирать места для купания и заходить в воду ногами, а не головой. Если же трагедия уже случилась, пострадавшего нужно вытащить из воды и положить на ровную поверхность до приезда скорой помощи. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. В прошлое постепенно уходит стихийная торговля. На этой неделе в Самаре демонтировали еще несколько незаконно установленных киосков. На протяжении многих лет павильоны работали исключительно на доход их владельцев. Люди не платили за аренду земли, незаконно пользовались электричеством и водой и совершенно не заботились о чистоте. Свидетелем финала жизни одного из таких киосков стала Марина Матвейшина. Сервис на все случаи жизни. Тут и кормили, и обувь ремонтировали. Но сегодня многофункциональный киоск не работает. Его готовят к отправке на штрафстоянку. Павильон стоит здесь незаконно. Пока специалисты отключают его от электричества, внутрь по-хозяйски заходят люди. Правда, от владения киоском они открещиваются. А что вы тут делаете? Я счетчики пишу. Счетчики ищете? Не, ищу, я пишу. Зачем? Если все нужно, надо платить или нет. Я посторонний человек. Просто, чтобы ваше время не задержать, я хочу освободить киоск. Чтобы побыстрее у нас киоск. Когда продукты, мебель и оборудование вынесены на улицу, специалисты начинают демонтаж. В это время подъезжает еще один мужчина, который называет себя заместителем хозяина киоска. Он решительно не согласен с происходящим и планирует обращаться в суд. Мужчина утверждает, договор аренды земли на руках имеется и деньги выплачивались регулярно. Но чеков не выдают, а потому предъявить их он не может. Официальная точка зрения на ситуацию ровно противоположная. Вот на этой территории, рядом с магазином «Кристалл», сгруппировано достаточно много несанкционированных объектов. Все они подлежат демонтажу и вывозу. Вот работа здесь будет продолжена. Сегодня демонтируем один объект. В ближайшее время демонтируем все остальные объекты. В этом году с улиц города убрали 106 незаконных объектов потребительского рынка. Причем только 9 из них за счет бюджета города. Об остальных павильонах позаботились их владельцы. Это избавило их от штрафов и лишних хлопот. А горожан от непрезентабельных видов и антисанитарии. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. И об открытии в Самарском университете. Ученые нашли способ безболезненной настройки биоритмов. Век технического прогресса. Такая необходимость возникает при частых перелетах, работе по сменам и стрессах. Научная группа Самарского университета проводит исследования, как быстро перенастроить биологические часы человека на те условия, в которых он оказался. Эксперименты ученые проводят на подопытных животных. Но уверены, что их открытия помогут людям быстро адаптироваться, а значит и сохранить здоровье. Олег Зверев ознакомился с методикой. Белые грызуны на столе лабиринта не сразу находят нужное отверстие. По времени поиска можно определить, в какой фазе биологического ритма они находятся. Испытания на крысах проводятся с целью определить воздействие тех или иных веществ на суточную активность. Примерно такие же сбои биологических часов возникают у человека, вызывая болезненные состояния при смене часовых поясов или режимы сна и бодрствования. Задача экспериментов – найти вещества, которые помогут быстро адаптироваться к новым условиям. При помощи теста «Лабиринт Барнс» можно оценивать именно действия конкретного вещества на различные параметры циркодианной ритмики, в том числе на высшие когнитивные функции, такие как память. Все живые организмы живут в соответствии с суточным циклом Земли. В случае сбоя, например, при авиаперелете или в космосе, где нет внешних временных сигналов, следствием является чувство усталости и недомогания. Этой проблемой занимаются ученые на кафедре физиологии человека и животных Самарского университета имени Королева. В прошлом году научная группа получила грант Российского фонда фундаментальных исследований, который позволил выполнить целый ряд принципиальных исследований. В результате обнаружено, что определяющую роль в настройке биологических часов играют два регулятора. Это вещества аргинин-вазопрессин и вазоактивный пептид. Данные подтверждены электрофизиологическими методами. Клетки среза головного мозга животных изучаются под микроскопом, под воздействием электрических импульсов. Основная задача – получить адаптоген, который помог бы адаптироваться к таким резким смещениям ритма жизни. Мы выяснили, например, что вазопрессин повышает активность многих клеток в биологических часах и вызывает, может, сдвиги, но, правда, небольшие сдвиги биоритмов. Сейчас исследования продолжаются. В случае успеха будет найден способ быстро отладить свои биологические часы на новый ход. Настроиться на другой часовой пояс или сменить режим дня и ночи может стать проще, чем перезагрузить компьютер. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Это были самые яркие события уходящей недели. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Прекрасных вам выходных и только хороших новостей. Продолжение следует...